Мечасовой он похерился из-за того, что просто OBS к чертям завис, из-за того, что я там не ту вещь воткнул в USB и всё, грохнулось. Так, так, я закинул на YouTube, ну ладно, мы продолжаем, мы продолжаем, ничего страшного. Ничего страшного, я думаю. Главное, что игра не вылетела, ничего. Очень обидно, когда такие случаи происходят, но ничего не поделать. Я тупо... О, зато мы можем поиграть в игру, раскрасить экран. Я думаю, что все её очень любят. Кто любит старые части Fallout'ов? Да, да, обязательно, обязательно. Это любители Counter-Strike'а. Подъехали. Опять вся музыка, весь звук сбился. Сейчас я проверю, как более-менее идёт или нет. Ну, вроде всё нормально, на самом деле, погнали. Если что не так будет, пишите. Игра 10 из 10, да, да, да. Я думаю, что мы сразу в свечение пойдём. Ну, не в свечение, а в могильник, потому что в хаб идти смысла нет. Очевидно, что мы не сдохнем. Очевидно, что мы не сдохнем от радиации. Так. Что это? Стелсбой. Беру. Нет, не беру, не влезает. А, ну я теперь могу книжки почитать. В принципе, книжки же тоже что-то весят. Давайте наукой насладимся. Ремонтиком. Выглядит очень странно. Как будто здесь Валуев гулял. Думал, стрим офф, до чего бы ему оффнуться. Я не понимаю этой паники. Я аж горел. Сейчас, короче, одну штуку подключу, и потом стрим упал. Или вы этого не слышали? Это как бы намекает на то, что я её подключил. Как бы. Стрим же не просто так упал, они же сказали пока, или там я не закряхтел. Падая в обморок, голодный. Так что... Кончайте паниковать. Поехали. Вы видите, впереди земля усеяна трупами и битвы. Покажи ли. Трупами и мусором. Похоже, это когда-то было поле битвы. Окей. Что-то меня на какие-то random encounter начало вести. Довольно специфичные. У кого-нибудь из вас есть что-нибудь стоящее, ребят? Да нет, похоже. Где? Ну, если бы было, я бы запомнил это место. Так что нафиг его. Вообще каких-то... Ну, видимо, тут... Я вот не понимаю, Bethesda переиздала Fallout. На второй она честно накатила этот самый патч с замедлением карты. А здесь-то почему не пофиксили, я не понимаю. Я в Steam версию играю. Но вообще нету рандомных встреч. То есть даже неинтересно как-то. Я сложность специально поставил жёсткую. А это чё с дыра? Под могильником. А, это собор. Я думал, он в другом месте немного лол. Окей. Окей. Окей, дорогие друзья. Я смотрю, музыка игры стала практически не слышна почему-то. Сделаю фалач погромче, может быть. Так повеселее будет. Не знаю. Ну что ж, могильник, баниярд в оригинальной версии. Как и хаб, этот город мне мало знаком. Добро пожаловать в Чижище, Чижиземец. Следи за собой и... Мы за тобой последим. Окей. Я хочу войти. Циммерман может дать тебе задание. Входи внутрь, но помни, мы за тобой следим. Какие-то жиды здесь правят, насколько я понимаю. Циммерман. Понятно всё. Неудивительно, что следят за нами. Так. Что ж. Ничего вообще про этот город абсолютно не знаю. Давайте знакомиться. Это будет тяжёлый очередной момент. Я не знаю, большой ли это город. Но мне придётся подходить буквально ко всем. Мне кажется, это Циммерман. Он очень по-циммермански выглядит. Мне кажется, это Циммерман. Разве накатили на второй? Да, накатили. Патч на... На... Карту точно накатили. Абсолютно. Это я могу 100% тебе сказать. Я помню, что я сам не накатывал. А карта у меня работала нормально. Я накатил перед игрой, правда. Ты кто? Я Циммерман? Я узнал Циммермана. Мы рассветилища. А тебя какое дело? Твои охранники сказали, что у тебя есть для меня работа. Может быть, ты когда-либо имел дело со злобной бандой воров и убийц? Было дело? Хорошо. Тогда ты, наверное, знаешь, каким беспощадными и кровожадными они бывают. Клинки самые ужасные из группировок, пожалуй, не скромный и богобоязненный город, который лишь пытается выжить. А эти, эти монстры охотятся на нас и наших детей. Что значит охотиться на нас? Ну, регуляторы не дают им атаковать нас в открытую, но это все, что они могут сделать, чтобы обезопасить наше небольшое сообщество. Они пытаются прокраситься внутрь, чтобы убивать наших граждан или похитить наших детей. И он делает паузу, чтобы собраться. Вот на прошлой неделе один из них прорвался через северные ворота с динамитом на поясе, чтобы взорвать казарму регуляторов. Все это без сомнения для того, чтобы ослабить нас перед атакой. Что с ним произошло? К счастью, регуляторы застрелили его, прежде чем он смог осуществить свой план. Я сам делал его труп. Значит, сам ты не видел, как он именно вбежал в город с динамитом на поясе? Это случилось посреди ночи, как я уже сказал. Я спал, к счастью, регуляторы ловят этих варваров, прежде чем им удается проникнуть в город. Да, действительно, очень предусмотрительно. Предусмотрительно, с их стороны, было бы предусмотрительно. Блин. Кто смотрит записи, это девятый час стрима. Было бы предусмотрительно положить конец их грязным делам раз и навсегда. Дай догадаюсь, ты хочешь, чтобы я всех их убил? Я дам тебе две тысячи крышек, если ты убьешь их, лидеры. Мне нужна голова этой суки. Почему? Такое ощущение, что у тебя есть что-то личное к ней. Она похитила моего сына, пытала его и затем убила. Они посадили его на кол прямо перед воротами. Больные ублюдки. Я возьмусь за это дело. Слава бокам, наконец-то мой сын будет отомщен. Эх, Циммерман, Циммерман. Бедный человек. Но младшего Циммермана мне жалко еще больше. Как бы там ни было. Ты что за черт? Как вас зовут? Меня зовут Смитти. Тут я сразу опускаю голову проверить, дает ли он какие-то квесты. И как АКО оказывается, ни хрена он не дает. Он продает что-то. Пару вопросов. Спрашивай, где вы взяли все свое оборудование. Ну-ка посмотрим, какое у него оборудование. Может он что-нибудь полезное реально толкает. Один мусор. У меня все. Спасибо. Готово. Вон там торговец что-то расскажет, наверное, интересное. Но да ладно. Так. Слушайте, агродок-то небольшой. Господи. Малюсика-то какая. Вернемся. Где я? А, блин, я себя потерял. Я на этого хрена смотрю. Я привык на ту броню смотреть. Так, ладно. Пару вопросов. Можете делать. Чтобы делать оружие и припасы, нужно оборудование. У меня его нет. Но с помощью Майлза-химика я могу перезаряжать старые патроны. Понятно. Так, давайте поговорим с Майлзом-химиком. Явно это неплохой чувак. Мне кажется, это он. Этого я помню. По-моему. Я не верю, что мы встретились. Я Майлз. Что я могу для тебя сделать? Ты выглядишь как ученый. Что изучаешь? Я химик. В основном я изготавливаю капсюли и порох. Чтобы могли заново использовать гильзы от патронов. Я также увлекаюсь некоторыми другими химикатами. Значит, ты делаешь патроны для светилища? Да, именно Смит делает патроны. Я только перезаполняю гильзы. Но торговцы с Хабб лишают доходов в Тиа и город. Нам надо зарабатывать себя на жизнь с тех пор, как гидропонные фермы перестали работать. Не обращать внимания на этот смешок после слова гидропонные. Нам приходится покупать еду у торговцев, а патроны единственное, что мы можем продавать. Я могу пытаться достать запчасти, чтобы починить гидропонные фермы. Правда, это было бы замечательно. Нам не хватает всего нескольких деталей. Но я уверен, что если бы ты смог раздобыть нужные детали, мы смогли бы обеспечить себя сами. Возможно, Самуэль сможет помочь тебе. А? Кто? Кто? Плантации в святилище. Кто? Какой, Самуэль? Так, ну что ж. Мне некогда разговаривать. Так, а где регуляторы? Помните? Пыльники регуляторов. Ты регулятор? Нет, ты, скорее всего, караванщик. Я Азиш. Очень приятно. Меня зовут Самуэль. Что ты тут делаешь? Я один из мусорщиков. Моя работа разыскивать полезные предметы. Информация письмому могильнику. Как избежать? Другие районы ты не разведывал? Я разознал кое-какие сведения. Что это интересует? Мумо, гоу, плей. Спасибо за подписку. Чадо собора. Оружейники. Клинки. Клинки это печальное зрелище. Правда, они сводят концы с концами. Некоторые из них даже оказываются здесь святилища, если они соглашаются с ролью, которую предлагают им регуляторы. Да. Окей. Так, а еще что-нибудь? Ну ладно. Видимо, это не тот, кто мне нужен. Самуэль, Самуэль. Тут одних сетов три штуки, по-моему. Так, здесь пусто. Пустой домик. Ты кто? Здравствуйте, чем могу помочь? Хочу познакомиться. Меня зовут Чак. Добро пожаловать в Адитум. Боюсь, люди тут не слишком приветливые. Чем занимаешься, Чак? Я фермер. Понятно. Очередной фермер. Ссанные фермеры. Бессмысленные. Еще не один фермер. Мне ничем не помог. А вот и переход в другую локацию. Давайте сначала в святилище сходим, посмотрим, что там. Что там за гидропонные фермы-то? Звучит прям вкусненько. Как будто мне хочется на это посмотреть. Значит, святилище в переводе на русский. Ну, где док? Где фермы? Кто тут главный? Благодаря отокровению создателя я зажил полноценной жизнью. Ты хочешь узнать эту историю? Продолжай. Жил был один человек, который был полон ненависти. Из-за этого он чуть не погиб. Но теперь хвала создателю, хвала священному огню, хвала лазе жизни. Поехавшие. Плантации, ребят. Плантации, это все, что мне нужно. Гидропонные желательно. Здравствуй, я медитирую. У нас в последнее время происходило что-то необычное. Отец Морфеус давно уже не проводит никаких церемоний. А жаль, мне так нравилось его проповеди. Что-то не то. Кажись, блин, тяжко здесь будет с гидропонными локациями. Дайте-ка я гляну, к кому мне надо подойти. А то что-то мне так лень ко всем подходить в этом храме с поехавшими ублюдками. Ну не на стриме же, правильно? Сейчас займет целый час, наверное. Вот музыка классная здесь. Вот не знаю, слышно или нет. Прям Москва, звонят колокола. А-а-а, все, я вспомнил этот квест. Я вспомнил этот квест, ребят. Хочешь поговорить с тоном? Ладно, но если вы слышите слово восхвалить, я убью тебя. Блин. Без проблем. Единственное, что мне действительно хочется восхвалить, так это будто... Ладно, первый из нас, кто скажет это слово, умрет по рукам. Блин. Ищу кого-нибудь с мозгами. Создатель хочет, чтобы воцарился мир, мы ему помогаем, врубаешься. А что, мне нравится? Не думаю, что все так просто, работа дико опасная, даже с детьми ночью. Наверное, если все сделать по уму, справимся, а то, но только того и надо. Окей, хорошо, что я вышел из этого разговора до того, как никто не начал никого восхвалять. Это было бы печально. Уходим отсюда пока. Кажись, там на втором этаже чувак, который мне нужен. Не уверен на сто...